всех приветствую перед началом интервью хотел бы вас предупредить что теперь формат интервью немного поменялся будет теперь таким ну что ж жо всем приятного просмотра всем привет дорогие друзья и вы на канале руне сегодня буду брать интервью аристарха 87 всем привет меня впервые позвали на мое собственное интервью то есть я люблю брать интервью обычно у каких-то фнаферов пока что я взял такого одного у второго в процессе сейчас ну вот я сейчас буду отвечать на эти вопросы что мне тут по задавали и тут 20 штук честно все отвечу так что всем приятного просмотра и просто слушайте вопрос номер один как тебя зовут меня зовут адресарх да это реально имя но его постоянно могут коверкать как-то испортить своим произношением либо в нету букву поставить в общем очень бесит иногда когда неправильно произносит мое имя но в последнее время я стал на это закрывать глаза вопрос номер два сколько тебе лет мне 15 лет в двадцать четвертом году 14 ноября мне уже будет 16 вопрос номер три у тебя есть девушка если у меня девушка да есть вопрос номер четыре ты любишь смотреть аниме да я люблю смотреть аниме последнее что я посмотрел это я забыл честно я просто очень много их смотрел и сейчас что-то вот вспомнить такое не смогу но скажу точно что это тетрадь смерти клинок рассекающий демонов такийский гуль ну и еще смотрел в детстве аниме хаяо миядзаки очень кстати советую пятый вопрос почему именно фнаф почему именно фнаф да все просто мне просто понравился сеттинг этой вселенной сама вселенной персонажи так я думал лет шесть-семь назад сейчас у меня другое мнение на этот счет но фнаф все еще мне нравится я все еще ему увлекаюсь это франшиза занимает особое место моем сердечке как я считаю вот в общем я познакомился с этой франшизой еще в пятнадцатом году когда вышел третий фнаф для меня тогда это было совершенно непонятно и вообще что это такое вообще не понимал я даже не помню как я наткнулся на эту игру но точно помню что играл в пиратские клоны этой игры на 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 пиратских сайтах типа мы набирал там просто играть в мешку фредди бесплатно и играл на пера на этих сайтах с играми это когда еще flash не закрыли ну ладно мы не о том говорим в общем фнаф мне понравился я смотрел различные видео по нему мне больше всего нравились песни ну вот песни слушать по нему я планирую проходить фнаф security bridge когда у меня будет нормальный пока сейчас я прохожу все остальные части ну то есть вторую третью четвертую первую я уже прошел но планирую перепроходить на стриме так что заходите ко мне на стрим шестой вопрос ты ждешь фильм по фнафу жду ли я фильм по фнафу определенно да потому что я очень долго его ждал я смотрел даже фанатские фильма по фнафу чтобы так представлять как это будет выглядеть но когда вышел тизер трейлер фильма я такой все это лучшее что я видел правда некоторые сейчас недовольны говорят что там тому аниматроников не того цвета там блин там у аниматроников не того цвета глаза и все значит из-за этого надо засирать весь тизер трейлер типа нам все не понравилось еще что меня больше всего взбесило это когда они увидели бассейн с шариками в тизер трейлере они такие это отсылка на энту запит серьезные нет это не отсылка на это запит это просто декорация вы о чем вообще ну короче определенно жду метод просто бомбит от этой темы с трейлером когда все говорят что вот это нам не понравилось вот это на я считаю надо радоваться тому что появляются какие-то новости они засирать сразу делать кучу мемов но мем мемы кстати реально крутые по фильму но они все связаны с этими глазами ну короче ну ты понял 7 вопрос как ты придумал ник в первом вопросе я отвечал на то как меня зовут сейчас я буду отвечать как я придумал ник в общем меня зовут аристарх опять же а 87 в названии это отсылка на старую дату укуса во фнафе до редкона я об этом говорил еще в своем видео на 100 подписчиков но что-то меня до сих пор об этом спрашивают а как как ты ник придумал то то вот так вот очень просто на самом деле у меня был еще один канал по фнафу мой проект но сейчас он сейчас его уже нет он уже удален лично мной из-за жалобы на авторские права в общем вот такая вот история 8 вопрос почему именно спрингтрап почему спрингтрап да потому что это просто мой любимый аниматроник не знаю мне как-то больше всех приглянулся из всех аниматроников во фнафе еще можно выделить фантаймов они тоже клёвые но блин что то есть такое спрингтрапе для меня такое прикольное не знаю мне нравится такой дизайн у меня даже есть плюшевая игрушка спрингтрапа вот она у меня на столе часто лежит но вот спрингтрап просто мне нравится как аниматроник как персонаж я не знаю просто клёвый такой хоррор персонаж и я считаю что тройку нельзя засирать типа ну это просто обычная часть игры зачем типа хоррор аттракцион идеально подходит под спрингтрапа я считаю вот прочее просто мой любимый аниматроник девятый вопрос как ты считаешь какая из оригинальных частей фнафа самое сложное трудный вопрос на самом деле потому что все они по-своему сложные первый фнаф для меня был сложен тем что надо беречь энергию и грамотные распоряжаться второй фнаф для меня был сложен тем что ты никогда не знаешь как когда к тебе придет балун бой или какой-то другой аниматроник из олдов или тот же олд фокси в общем вообще я считаю фнаф 2 самой простой игрой но при этом в ней есть сложные моменты то есть но окей это я быстро отвечаю на вопрос я сейчас буду распинаться очень долго третий фнаф все его ругают из-за однообразного геймплея я играю во все части фнафа и ну регулярных пили перепрохожу и замечаю то что ну играешь играешь во все части фнаф и тебе это может надо есть одно и то же одно и то же поэтому я стал больше играть в фан-игры но это не значит что оригинал плохой конечно последняя часть доказывает что фнаф немножечко сам капельку совсем очень капельку скатился ну ладно это уже мое мнение в общем четвертый фнаф так мы мы с третьими закончили 3 фнаф да довольно просто я считаю очень простая по сути просто отгоняй спринт трапа от камер ну вот то есть от офиса отгоняй его подальше и все четвертый фнаф для меня напряженный я не скажу что сложный я скажу напряженная часть потому что на тебя постоянно давит м бен вот этот вот я когда играл в четвертый фнаф я вслушивался в ambient и думал как же классно скотт поработал над этим в игре ух как еще этот гул собаку короче ambient классные игра классная 5 фнаф ну sister location его не назвать сложным он просто просто есть пиццелия симулятор вообще не сложная игра я считаю вообще абсолютно укн ну укн если считать 50 на 20 то это реально сложно я пытался мне не получилось пришлось проходить седьмую часть при помощи читов но это уже другая история но я в будущем постараюсь пройти 50 на 20 честным путем в общем help wanted очень даже крутая но такая атмосферная игра то есть ты когда играешь ты ощущаешь себя охранником это реально круто у меня мечта прям сыграть в help wanted но поскольку я не имею шлема виртуальной реальности это случится еще не очень скоро 9 да вообще не страшная часть что никакая эта часть она никакая она просто есть я помню какие надежды я возлагал на 9 фнаф но почему-то все обвалилась реально вот все как-то через жопу пошло очень сложная для меня такая тема фнафа ну именно какая из них сложная часть это мнение каждого опять же может кто-то дум считает что допустим сл самое сложное или у к н самое сложное это очень сложный вопрос который можно рассуждать очень долго поэтому эта запись уже идет три минуты поэтому давай дальше 10 вопрос почему ты решил снимать видео чему я решил снимать видео да все очень просто потому что я давно хотел этим заняться я смотрел различных ютуберов не только по фнафу помню смотрел брейн мапса еще нескольких ютуберов в индии точно смотрел но не так много как я смотрел сэма вот это прям легенда кто помнит тот помнит кто old тот тот короче еще смотрю вот в данный момент времени я смотрю пуфа точно смотрю диму джазда киперса хэвниша дизара и еще куча 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 различных русс говорящих наферов скажу что они меня что они на меня очень сильно повлияли потому что я смотрю на их монтаж на их дикцию я думаю я вот хочу также но мои первые видео вот эти вот на моем канале я считаю полный дресней и лучше бы мне заняться ремейками либо улучшать монтаж в общем все делать чтобы не считать свои видео говном вот вообще на меня много кто повлиял из ютуберов поэтому я решил снимать видео потому я почему бы и нет вообще у меня было очень много попыток начать ютуберскую деятельность это в нем это было связано не только с фнафом это были просто вот сплеи это было и музыка и скетчи это было много 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 чего у меня было много различных каналов которые сейчас удалены я на них пробовал все просто вот за три года я попробовал все можно сказать форматы которые были мне интересны в общем сейчас я пришел обратно к тому чему я хотел стремиться то есть делать контент по фнафу одиннадцатый вопрос будешь ли ты снимать на другой площадке кроме ютуба планирую ли я куда-то перебираться пока youtube не закроется я никуда не уйду с этой площадке у меня слишком много хороших воспоминаний о ней вот если так случится что youtube заблокируют вот не дай бог просто что маловероятно слава богу конечно то переберусь либо на ru tube либо полностью перейду на бусти который я хочу открыть в будущем вот и выпускать там эксклюзивный контент двенадцатый вопрос на твоем канале будут выходить летсплеи естественно будут на моем канале летсплеи вообще планирую делать летсплей не только по фнафу я планирую так сделать я буду стримить оригинальные части фнафа и проходить ну делать летсплей по фанатским по фанатским играм по фнаф также делать прохождение бензи это вот пока что единственное что я хочу вот но летсплеи будут сто процентов ну может еще папе playtime постримлю но это в планах я так холодно отношусь к папе playtime если честно но ладно в общем все будет 13 вопрос ты за здоровый образ жизни за зож ли я лично я я пока что но не знаю это очень трудный вопрос на самом деле но для кого-то ну кто-то да определенно за зож кто-то нет я лично где-то посередине скажем так потому что я мне сейчас 15 лет я все еще ну я не занимаюсь спортом хоть раньше занимался но сейчас мне просто это не нравится конечно физкультуру в школе никто не отменял но так то даже больше да чем нет то есть если ты куришь сигареты и пьешь алкоголь но это не круто определенно не круто а если ты там ешь нормальную еду и где-то таких прогулках например ты ешь шаурму какую-нибудь но это это классно лучше не употреблять ничего плохого лучше всегда думать о своем здоровье просто считаю вот так вот 14 вопрос какой твой любимый цвет фиолетовый 15 вопрос какие игры играешь какие любимые так в какие игры играешь и какие твои любимые так ну как сказать-то я на самом деле очень много играю в игры но прям люблю я этот вид искусства последнее что я проходил из игр не считая фнафа это плен макс пэйн 3 вот помню год назад я проходил мафию 3 ремастер проходил геншин чуть-чуть 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 совсем малость буквально проходил red dead redemption 2 проходил все части gta проходил еще много 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 чего до сих пор играю в кс например на это так чисто поиграть там расслабиться что-то поделать вот вообще люблю очень поиграть в игры это прямо на из моих любимых занятий частенько мне удается поиграть на playstation у меня проспойки нету у моих друзей есть ну которые в другом городе я езжу туда летом и мы играем вот и я там уже успел поиграть во фнаф security bridge на консолях и что еще там ford night мы играли ну короче много что играли самая моя любимая игра это блин самом деле трудный вопрос ну дай подумать ладно пускай это будет gta 5 вот не знаю просто мне нравится эта игра своей графикой и гейм геймплеем 16 вопрос топ 3 самых лучших на породе по твоему мнению лично для меня топ-3 самых любимых это он of gers и the joke story mode есть еще куча классных фан-игр но и я могу назвать только вот три потому что ну ты попросил я ответил 17 вопрос какое у тебя любимое блюдо мое любимое блюдо это давай так спагетти бургеры мощи любые и картошка фри ну я так я люблю такое да фастфуд наше все 18 вопрос у тебя есть дизайнер дизайнера у меня нет и никогда не было мне просто мой друг делает превьюшки просто так вот не за что просто я ему говорю сделаем не вот это вот это вот это ну то есть мне по наличию превью для видео уже проще думать что выпускать следующем что вторым что третьим не за вот прям вот если есть уже превьюшка с идеей значит все мне уже проще 23 превью есть все классно вот дизайнерами никого нет просто друг делает там подружки вот так делает мне превьюшки мне мне это нравится сейчас на экране вы можете видеть примеры его работ я думаю это вот классный мой новый стиль будет превьюшек начнет а его стиль конечно но это теперь будет всегда на канале вот такой вот стиль превью лично мне он очень заходит девятнадцатый вопрос сколько ты в среднем тратишь времени на монтаж сколько времени у меня занимает монтаж но это зависит от длины видеоролика если это ролик на 5-10 минут то смонтирую его за части раза полчаса вот в летом я планирую сделать два часовых видеоролика по какой теме пока я не знаю честно честно прям не знаю но вот прям хочется мне сделать два часовых видеоролика и за последнее время я начал наблюдать что монтировать почему-то мне все сложнее и сложнее становится даже там 6-5 минутные ролики те же самые что-то вот мне постоянно туда отвлекает что-то не постоянно кто звонит я не могу сосредоточиться и в итоге какаха полная получается и никак вообще с этим вот не справишься вот но если прям сосредоточиться и сесть и вот прям дело 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 делать тут и сделаешь конфетку я считаю ну вот в общем в среднем у меня на монтаж уходит ну полчаса тиро час ну максимум два часа если это прям какой-то гигант там на минут 20-30 но на час я думаю я долго буду монтировать но опять же зависит от темы вот двадцатый последний вопрос как ты ко мне относишься я к тебе отношусь очень положительно ты очень классный чувак спасибо что согласился на это на это видео что ты взял у меня интервью тоже отдельное спасибо может быть твои подписчики заинтересуются мной и зайдут на мои каналы тоже меня подпишется я в дальнейшем буду стараться делать видео лучше в общем удачи всем всем пока и до скорых встреч ну чтож наше интервью подходит концу всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока и и и и и